Микс Ньюс Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Абонент доступен». В студии работает Анна Смирнова. Вадим Родионов, звукорежиссер Родион Золотарев. И на прямой связи с нами сегодня адвокат Александр Трещев. Здравствуйте. Добрый день. Если честно, я уже давно не адвокат. Почему? Потому что я сложил свой статус, потому что адвокатом в России нельзя заниматься предпринимательской деятельностью. Они могут только лишь давать недвижимость, а я, занимаясь современными технологиями, хочу быть богатым и знаменитым и не нарушать закон. Ну, кстати, ведь, когда говорят о богатых и знаменитых, сейчас часто вспоминают Дональда Трампа, который стал президентом США. И вы ведь хорошо знакомы с Дональдом Трампом, даже более того, вас называют его другом в СМИ. Наверное, я никогда не говорил, что уж совсем мы такие друзья, но, наверное, нету человека, который мог бы знать больше тайн о Дональде Трампе, чем я. И деликатных моментов, за которые, наверное, люди бы заплатили бы гигантские деньги, особенно сейчас, когда пытаются объявить мой импичник. Но я ни за какие деньги этим не буду делиться. — Где вы получили эту информацию? Ну, даже если не рассказывая о том, что вы знаете, как вы получили эту информацию о Дональде Трампе, почему вы являетесь тем человеком, который знает о нем больше всего? — Смотрите. Ну, просто дело всегда в течение обстоятельств и случайностей. Я когда-то был адвокатом политика, который чуть было не стал президентом Российской Федерации. Это был такой известный человек Александр Лебедь. И я был его представителем в Америке и приложил руку к организации его визитов и каких-то мероприятиях. И коль скоро я жил в Трамп Тауэре, условно говоря, то одну из первых встреч я назначил с Дональдом Трампом. Это была такая первая встреча, на которой участвовало немаленькое количество людей. После этого у нас довязали сотрудники. Плюс Дональд Трамп всегда любил девушек. А Трамп Тауэр находился на 5-й авеню. И очень часто ко мне различные девушки заходили не для того, чтобы каких-то там для личных отношений, а просто приехав из Бруклина в Манхэттен. Или просто находясь где-то рядом, им всем было интересно побывать в Трамп Тауэре. И у меня был такой поток моих знакомых, что дормены, охрана Дональда Трампа, консьержи, лифтеры, управляющие домом считали, что через меня идет какой-то трафик девушек. И многие заволновали Дональда. Да, так мы подружились и обменивались какой-то информацией. Но была даже история с тем, что Дональд Трамп пытался ухаживать за вашей девушкой. Не просто за моей девушкой. Это была смешная история. Это истинная правда, как нарочно не придумаешь. Она стала матерью моего ребенка. Она никогда не была мне женой, но мы прожили достаточно большое количество лет. И самое интересное, что в этот момент ей было 21 год, и она работала в приемной вице-премьера, а потом премьер-министра Российской Федерации. И прилетела ко мне на выходные дни, дня на три. И действительно, я поехал на какую-то важную встречу. Она осталась на 5-е веню ловить такси и рассказала мне потом смешную историю. Если хотите, я вам ее перезаскажу. Да, если можно, расскажите. Вечером мы встретились. Она сказала, знаешь, смешная произошла история. Ты уехал на встречу с людьми, которые за тобой приехали. Я осталась ловить такси, и буквально через какой-то промежуток времени, а всегда в Америке, знаете, саморегуляция такси едет и ловит клиента. И самые большие проблемы с 9 до 10 утра. И, наверное, с полшестого до полседьмого вечера, когда все идут или на работу, или с работы. И поэтому ты ловишь не за одну секунду, а тебе понадобится, может, несколько. И к ней подошел огромный мужик и говорит, «Сори, я доверил лицо Дональду Трампу. Он сидит здесь в кафе, увидел вас в окно. Вы настолько его заинтриговали, такая красивая, что он хотел бы вас пригласить на чашечку чая или кофе». Девушка сказала, знаете, ну, вообще-то я приехал к человеку, который здесь живет в этом помещении, в такой-то квартире, в таком-то апартаменте, в таком-то этаже. Он убежал и буквально прибежал через полтора минуты и сказал, что Дональд Трамп извинился, и вот его машина, она вас довезет в любое время, чтобы не было никаких недопониманий. И помимо того, что все-таки я понял, что Дональд Трамп джентльмен, я посмеялся, это вызвало у меня, конечно, просто нормальную реакцию, потому что как россиянин я бы, наверное, привязался к девушке больше, а Дональд Трамп понимал, что такое хорошо, что такое плохо, что такое правильно, неправильно, и решил пожертвовать своим водителям и машиной для того, чтобы ее доставить туда, куда она ехала, чем она и воспользовалась. Напомню, телефон напрямого эфира 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Звоните нам, также можно писать в WhatsApp 230-6191. Но за спиной у вас картина художника Михаила Шемякина. Да, я тоже был его представителем, адвокатом. Нас связывали длительные отношения. Когда-то я его завел к президенту Ельцину. Он оказался настолько талантливым, что и президент Путин его любит, уважает, дал ему какие-то помещения, упоминал свои речи, встречался с ним неоднократно. Поэтому, знаете, когда ты дружишь с кем-то, не то чтобы я хотел предстать в образе такого ценителя или коллекционера, но так получилось, что у меня, наверное, одна из самых крупных коллекций его работ. И, кстати говоря, если хотите, расскажу вам историю этой картины. Мы укажем для наших радиослушателей, что те, кто может нас смотреть по видеосвязи, могут видеть эту картину. Те, кто нас слушает в эфире, мы просто это описываем словами. Да, расскажите вашу историю, пожалуйста. Да, смотрите. Шемякин пригласил меня на выставку в Русский музей в Санкт-Петербург. И, парадоксально, там висело огромное количество его работ, но я сфотографировался только на фоне этой большой картины, и потом, буквально после этой выставки, улетел в Абу-Даби. Это было в далеком 97-м году, тогда еще никто не знал, и Арабские Эмираты не были столь манящей кузницей и всемирной выставкой всего-всего самого лучшего, самого дорогого. И я, поскольку у меня был большой номер, я взял какой-то видео, и был телевизор и видео в номере, я взял тогда только лишь какой-то один фильм, посмотреть видео про Катю, где просто была какая-то топ-модель, которая известна визуально, это была Катя Эй, Айрланд, которая снялась и первой начала снимать какие-то уроки. Каково моё удивление, когда я, засыпая под этот фильм, вдруг увидел эту картину, и главные действующие лица стали обсуждать Шемякина, говорит, ты видела такую, ты знаешь, чья эта картина? Это картина самого великого скуба абстракциониста, говорит, а ты видела его автопортрет? У него на самом деле под Нью-Йорком была статуя, где он сидел верхом на лошади, где он был наполовину голый, и скелет, и лошадь. И они говорят, бедному чуваку, который рисует и делает такие скульптуры, не повезло, наверное, с его девушкой. Они посмеялись, посмеялись, я взял эту видеоплёнку, выкупил в видеосалоне, приехал в Америке, договорился о покупке этой картины по фотографии, купил её, выписал Шемякину чек, а потом дал эту плёнку. Во что это переросло? Это переросло в то, что Шемякин не знал, что его картина участвовала в каком-то фильме, но потом в этом же году снимался фильм «Адвокат дьявола», и одна из скульптур Шемякина была в этом фильме, и часть этого фильма снимали у Дональда Трампа в квартире. И ужас, эта скульптура из этого фильма сейчас стоит у меня дома здесь. Но я эту картину получил через три года, потому что некий человек по имени Володя Владимир Владимирович, который занимался заграничными вопросами у Собчака, не оплатил страховку на эту картину, и эта картина была арестована американской таможней, и три года я не мог её получить. Потом этот человек стал президентом Российской Федерации, но задолго до того, как он стал, эту картину освободили, и через три года она у меня появилась. Но я не смог её поставить в Трамп Тауэре, потому что чем отличается Россия от Америки? Во всех небоскребах очень маленькие потолки, и она больше трёх метров высотой, и не смогла туда войти. А здесь мне пришлось снять раму, и только без рамки она зашла в лифт, и наконец-то я могу сидеть на фоне её, наслаждаться этой картиной. А так большая часть времени она пролежала в различных складах. Такая непростая история, но говоря об искусстве, деятельность юристов, адвокатов, можно назвать всё-таки искусством? Вы рассказывали о том, как защищали художника картины в том числе. Знаете, был кодекс юристов, который звучал примерно так. Право – это наука, искусство и ремесло. Поэтому, конечно же, если ты качественный юрист, ты должен делать всё уметь своими руками, но понимать, конечно, что это ещё и искусство, ты должен понимать, как работает вся система, для того, чтобы быть, не просто сопровождать кто-то, а быть участником конструкции различных дел, поэтому это безусловно искусство. Ну вот вы упомянули фильм «Адвокат дьявола», там финальная сцена, когда герой Киану Ривса уже фактически победил герой Аль Пачино, то есть дьявола, и Аль Пачино ловит его на тщеславии. То есть вот этот грех, который всё-таки и герой Киану Ривса не может ему сопротивляться, он соглашается. Вот тщеславие – важный элемент, важное чувство и качество в работе адвоката? Я думаю, что, конечно, да, потому что если у тебя нет эго, ты никогда не будешь известным. Поэтому как бы люди не хотели это спрятать, я думаю, что тщеславие, безусловно, оно должно быть абсолютно разумным. Я не воспринимаю его как чисто нарицательный термин. Я хочу сказать, что у тебя должно быть эго, становиться лучше. Мне часто делали люди комплименты, и для меня непонятна природа этого. А я оправдывался и говорил, знаете, я нигде не учился специальной технике речи, я не принимал каких-то курсов, я нигде не получал доп. образования. Я только не хотел быть хуже, чем другие. Ничего больше. Но и поэтому вот это, наверное, скрытое тщеславие – не быть хуже, чем другие – заставило меня быть состязателем и соревновательным. Я не хотел быть хуже, чем другие. Но быть адвокатом дьявола, потому что этот вопрос – это дилемма, которая возникает, наверное, перед адвокатами в метафорическом смысле. На самом деле она стоит. Можно ли защищать всех, если они платят? Или все-таки есть эти пресловутые красные линии? Смотрите, красные линии есть и появляются с тем, когда ты становишься известным и уважаемым. Но я долго пытался разобраться, что же такое адвокат дьявола, и выяснил, что в римской католической церкви это была одна из самых важных должностей. Потому что именно на этой роли адвоката дьявола, самой престижной роли, которую отменил лишь только римский папа Павел в каком-то 82-м году, она существовала сотни лет. На примере, как людей представляли к лику святых, собственно говоря, вся процедура защиты кандидатской и докторской диссертации взята оттуда. Поэтому роль в сегодняшней жизни защиты диссертации играет оппонент. А в римской католической церкви эту роль играл адвокат дьявола, которого так и называли. Поэтому, например, Колуб, которого хотели канонизировать и причислить к лику святых пять раз, испанское правительство. Какие-то его знакомые пытались сделать его, представляли его кандидатуру для того, чтобы его причислить. Но адвокат дьявола называл стороны, которые ссылают на законы, которые есть в этой церкви, на законы, что он не может быть святым, поскольку он был причастен к убийствам, к насилиям, захватывая те или иные преимущества. Поэтому это были те люди, которые не давали за интерес, за деньги, за то, чтобы группа лиц кого-то канонизировала и причислила к лику вот такой вот корыстной или необъективной истории, чтобы вдруг людей недостойных называли святыми. Поэтому в метафорическом смысле я разобрался в природе давно этой всей истории. И для меня, скажем, быть адвокатом дьявола не считается оскорблением. Это наоборот в каком-то смысле, в метафорическом смысле, каждый нуждается в защите своих интересов. Потому что как устроена правовая система? Ты можешь получить от 5 до 15 лет. И многие люди оказались на скамье подудимых благодаря не злости, не каким-то патологическим своим отвратительным чертам, а волею случая и судьбы, которая поставила их через край. И когда ты понимаешь и обращаешь внимание на условия обстоятельства, которые способствовали совершению преступления, ведь мы знаем, что люди, многие, убив кого-то, совершив преступление, были оправданы присяжными, потому что они понимали, что этим это была рука уже не человека, который отдавал отчёт и творил зло. Это была рука человека, который волей случая оказался на черте, защищая свои интересы, жизнь родных или судьб. Поэтому это такая серьёзная история. То есть для вас нет красных линий, нет тех людей, которых вы не готовы были бы защищать ни при каких обстоятельствах? Знаете, наверное, сейчас я не был бы готов защищать людей не хороших или плохих. Я уже давно делаю только то, что мне интересно, то, что меня возбуждает. Меня не возбуждают обычные дела. Подавляющее большинство моих дел все мне говорили, что это невозможно. Невозможно судить и выиграть многомиллиардную компанию такую, как Коза. Невозможно судить и выиграть у самого крупного банка в мире, у Ситибанка. Невозможно судить у силового министра в России и победить. Я всё это делал, и мне и все крутят повиска. Но знаете, что самое удивительное? Я сейчас не хвалю себя, но именно отсутствие вот этих каких-то ограничений и страхов, которые люди навешивают на себя, позволило мне всё довести до конца. И это истинная правда. Сейчас мы сделаем небольшой перерыв, потом вернёмся и продолжим. Эта программа «Абонент доступен». Оставайтесь с нами. Мы продолжаем. Эта программа «Абонент доступен». В студии работает Анна Смирнова. Вадим Родионов, звукорежиссёр. Родион Золотарёв. На прямой связи по скайпу. С нами сегодня Александр Трещев, предприниматель, экс-адвокат. Здравствуйте. Ещё раз. Добрый день. И звонок у нас радиослушатель на линии. Здравствуйте. Как вас зовут? Добрый день. Меня зовут Александр. Да, Александр. Я так понимаю, Александру где-то примерно как мне, в радиусе 50-й, да, где-то. Он, наверное, помнит, как у нас в Латвии... Чуть больше нашему гостю он говорит. Ну, хорошо, мне 53, ладно. Вот, смотрите, у нас в Латвии когда-то судили партизана Кононова. Наверное, знает человек эту историю. Он бы взялся сейчас бы за это дело и выиграл бы он это дело у латвийских властей, или нет? Спасибо. Спасибо. Знаете историю партизана Кононова? Да. Смотрите, вот всё относительно. Дело в том, что я начинал свою карьеру, знаете, для того, как стать адвокатом, я начинал свою карьеру с должности судей военного трибунала. Я был одним из самых молодых судей военного трибунала СССР. Вернувшись из Афганистана, а я застал ещё эти времена, меня назначили президиумом Верховного Совета СССР на должность судей военного трибунала. Я был первым членом за всю историю военного трибунала, то есть судьёй, который не был членом КПСС. Но не потому, что я был ранее диссидент. Я не успел вступить, я был кандидатом, но у меня были ордена медалей, меня назначили. И смотрите, я должен был служить в спецтрибунале, который я рассматривал дела о шпионаже. Но я тот же единственный судья, который вернулся в разваливающийся СССР и понял, что жизнь изменилась. Я уже понимал, как работает система, как пишутся приговоры. Они писались за день, за неделю, за час, как было судебное заседание. И в судебной комнате никакой судья, конечно, пил чай и не писал судебные приговоры, за редчайшим исключением. Я вдруг понял, что это для меня слишком большая ответственность быть судьёй, и я 9 месяцев ждал, пока меня уволят. Со мной ничего нельзя было сделать, поскольку у меня был судебный статус. И я писал статьи и думал о жизни. Я не вынес ни одного приговора, никого не отправил за решётку, понимая, какая тонкая грань между преступным и неприступным, какая тонкая грань между человеком, который разведчик и который шпион. Знаете, мы смотрим с разных сторон, кто-то искренне понимает, что это разведчик-герой, который искует жизнью, а кто-то считает его предателем. Но с учётом того, что тогда была единая территория Советского Союза, и мы воевали с фашистской Германией, конечно, он был разведчик. И, конечно, я взялся бы за защиту этого человека. И, наверное, можно было бы рассчитывать на справедливый суд, коль скоро, скажем, Латвия часть европейской семьи. Я не раз бывал и знал лично бывшего председателя Европейского суда по правам человека. И всё равно, мне кажется, что добиться в странах, где судебная система независима и неподосчётно исполнительной власти, можно. Да, это часто сложно. Всё зависит от того, насколько ты заряжен, какое количество энергии, страсти ты готов положить на стол, чтобы добиться этой правды. Ещё у нас есть звонок. Да, здравствуйте, слушаем вас. Добрый день, Александр. Да. Да, по-другому. Скажите, пожалуйста, как вы относитесь к смертной казни? Ну, я имею в виду, конечно, явные случаи такие преступности, как вот, скажем, профессор в Петербурге расчленил вот эту вот девушку. И это первый вопрос. И второй вопрос. Вот сравните, пожалуйста, судебную систему, которая сейчас в России, и которая была. Вот назначение суден, выборность суден. Спасибо. Спасибо, да. Смотрите, я мог бы отметить конъюнктурно и сказать закрыться за тем, кто есть. И Россия, и Европейский Союз наложили мораторий, исполняя международные договоры и обязательства на смертную казнь. Я согласен, что есть подонки, которые недостойны жить. Ну, знаете, я немножко догадываюсь и знаю, что такое тюрьма, где люди пожизненно сидят. И мне кажется, что для них смертная казнь была бы несколько предпочтительней, чем пожизненно сидеть в этих местах лишения свободы, где их унижают каждый день, выводя голамовые руки. Поэтому я не знаю, что хуже. Да, наверное, это дискуссия в обществе, что есть подонки, которые не месяц в жизни, но они и не существуют, и не находятся среди нас после того, как им принесли приговор. И я думаю, что для многих умереть, быть расстрелянным, умереть на электрическом стуле или благодаря каким-то высшим благам, чем всю жизнь томиться там, где они всегда помнят, какие они подонки. Да, поэтому мое отношение к смертной казни отрицательное. Я хочу смотреть в будущее, а не оборачиваться назад. И какое будущее вижу я? Я вижу хорошее будущее, потому что блокчейн, новые технологии, они устраняют среду коррупции, преступности, и мир будет лучше, и, поверьте мне, не пройдет не сто лет. Это прям вопросы 5-10 лет, а может быть и меньше. Это первое. Второе. Какая судебная система в России при Советском Союзе и сейчас? При Советском Союзе она была порочная, и я не вынес ни одного приговора, слишком хорошо знал систему. Никто из судей практически не писал приговоров так, как должен был делать, и тогда, когда должен был делать. По сути дела была пародия на суд. Но сейчас стало еще хуже, чем было. Почему я так уверенно говорю? Я общаюсь с людьми, с которыми начинал карьеру, которые сегодня добились, и руководят какими-то судами, и тайно мне об этом говорят. Но я об этом говорю, что даже при Советском Союзе оправдателей приговоров было несколько больше, чем сейчас. Поэтому все становится только хуже, но иногда, чтобы стать лучше, мы должны коснуться дна, чтобы оттолкнуться и сделать мир лучше. И я хочу приложить искренне к этому роль и поучаствовать, чтобы изменить лучшую сторону. Что касается презумпции невиновности, вот сегодня, например, в Латвии, в Сейме, не сегодня, вернее, а в целом, в это время в Латвии были приняты в первом чтении поправки к закону как раз об уголовном процессе, который подразумевает обязанность задержанного, что он обязан свидетельствовать против себя, причем правдиво свидетельствовать, что вызвало тоже критику со стороны экспертов в том числе. Вот насколько ценность презумпции невиновности сегодня по-прежнему актуальны, и что вы по этому поводу можете сказать? Я думаю, что, смотрите, это одна из толков. Давайте я скажу, как я воспринимаю закон. Есть куча различных определений, и что называется преступным. Но я не знаю таких эталонных, которые были сделаны тысячи лет назад, до нашей эры. Один из юристов, Ульпинян, сказал, что закон — это высший разум, заложенный в природе, повелевающий нам поступать так, как поступать следует, запрещающий обратное. Поэтому законы были созданы для того, чтобы защитить слабого от сильного, чтобы сильный не стал всемогущим. Поэтому, исходя из смысла закона как инструмента защиты слабого, вся правовая судебная система и система законов сжижится на нескольких столпах, одна из которых — это правда и справедливость. Все законы должны быть понятными и справедливыми. Второй столп — никто не должен доказывать свою невиновность. Это бремя должно лежать на обвинителях. А независимая судебная система нам во время судебного процесса дает возможность в ходе открытого состязательного процесса между обвинителем, то есть прокурором и защитником-адвокатом. В лице адвоката состязаться и представить суду свои позиции, а руководствуясь справедливостью, должен вынести обоснованное решение, руководствуясь своей совестью, закону и личным убеждением, где нет места для какой-то предвзятости. Поэтому, конечно, я верю, что у человека есть право, везде оно задекларировано за редким исключением, не свидетельствовать против самого себя и своих близких. Это одно из основных качеств современного закона. Если мы все смотрим американские фильмы, что делает полицейский, одевая наручники на человека? Он говорит, все, что вы скажете, может быть использовано против вас. Поэтому мы все должны понимать, что он есть права молчать. И если вы знаете, у меня был опыт, я скажу честно, что здесь, когда я выбрал дело у министра внутренних дел, мне пришлось провести два прекрасных месяца. Месяц в матросской тишине и месяц в бутырской тюрьме. Вы знаете, с каким прекрасным чувством я оттуда вышел через два месяца? Ну, поскольку все объединение было основано на том, чтобы меня попытаться наказать за такую дерзость. Да, но я вышел с чувством жалости к людям, понимая, что процентов 50, вот поверьте, это мое личное убеждение, если бы вы сами на себя не наговорили, они были бы на логе. Ужасная статистика, но я ссылаюсь не на то, что я прочитал в журнале и книге, я всегда апеллирую к своему путу и знанию, которое я прошел, пощупал, потрогал, о котором я дышал и знаю точно, о чем я говорю. У вас есть свой адвокат? Парадоксально, что в Москве больше 10 тысяч адвокатов, но я, как никто другой, понимая и знаю эту систему, работаю только с одним или с двумя. Причем, знаете что, один, которому я доверяю, в те времена он как раз был тем старшим прокурором, который добывал для меня у генерального прокурора санкцию на мое задержание, и который понимал, что я жертва, он был честный человек, который добыл эту санкцию на мое задержание и арест, и относился ко мне с уважением, и я с ним дружил многие годы, и я ему когда-то пообещал, что я из него сделаю адвоката. И однажды он мне звонит и говорит, Александр, вы обещали сделать адвокатом, я не хочу больше служить в генпрокуратуре, и сегодня зам генерального прокурора, заслушивая меня, кинул в меня томом уголовного дела. У меня есть достоинство, я понял, что я Витя, но, собственно говоря, он понял, что я ему на протяжении последних там пяти лет говорил, что он служит злой системе, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла, и вот я это делал адвокатом. И сейчас один из людей, которому я доверяю, потому что я понимаю, что это честный человек, как ни странно, в судебных и правоохранительных органах есть честные люди, но их все меньше, меньше и меньше. Вы прошли войну, прошли тюрьму, прошли испытания славы. Вот чему вас научили эти периоды, этот опыт, который у вас был? Что нужно быть человечным, нужно относиться... Я верю не во власть, я многих знаю, со многими общаюсь, но я больше верю в простого человека, и я считаю, что мы живем в уникальное время, когда сингулярность, то есть когда компьютеры и машины будут множить какие-то вещи настолько быстро, что люди будут за этим не успевать и не понимать, и что все законы, не только законы нашей жизни, законы природы, законы физики, законы химии перестанут действовать. Я верю в то, что сингулярность происходит сегодня, и сегодня люди, власть до сих пор думает в каждой стране. Это и в Америке, поверьте мне, и, наверное, имеет отношение. Я не очень знаю, какая ситуация в Латвии, и в Латвии есть претензии к власти наверняка, как и в Литве, в Англии. Везде люди недовольны властью, и часто справедливо, потому что власть неправильно перерасходит деньги, тратит их на людей так, как должна. Все-таки много оседает. Я сейчас говорю не о чистой коррупции, я говорю о сгруппе латентной коррупции, но я верю, что сегодня все, люди играют все более важную роль, потому что человек с мобильным телефоном – это новый субъект и объект. Власть одного человека не уважает его права, но они понимают, что люди сегодня могут объединяться без этой власти, и власти никуда не деться без этого человека с мобильным телефоном. Его все хотят. Его хочет власть на выборах, его хотят различные компании, которые пытаются получить доступ к этому человеку с мобильным телефоном. Поэтому у меня для всех, кто нас сегодня слушает, хорошая новость. Поверьте мне, лучшее будущее не за горами. И мы сегодня гораздо важнее, чем человек с властью, потому что если у него есть деньги и власть, никто без нас, без людей, которые более осознанно с каждым днем будут делать свой выбор, голосуя за ту или иную кандидатуру. Вы в одном из интервью говорили как раз о людях, что я про вас процитирую, я убежден, что 50% не сидели бы в тюрьме в России, если бы вовремя воспользовались своим правом не свидетельствовать против самого себя. Вот как раз о чем вы говорили. Да, это было 20 лет назад, я хочу сказать. Да, но чтобы тоже понимали, прошло время, лучше не стало. И это истинная правда. Это истинная правда. Потому что людей ввели в заблуждение, использовали, избили, надавили, запугали. А как, я вам скажу, как идет сейчас суд, например, потом у него появляется адвокат. Адвокат говорит, ты что, дурак, сказал то, что не причастен к чему? Он говорит, из меня выбили. Суд меняет показания. Как выносит судья решение? Суд говорит, в ходе судебного заседания были исследованы различные показания свидетелей, показания подсудимого, различные экспертизы, первоначальные показания, когда суд признал, когда подсудимый признал себя виновным, суд кладет первичные показания в основу обвинительного приговора, считая, что все последующие показания, измененные в ходе судебного заседания, были средством и способом защиты и попыткой уйти от справедливого возмездия. Вот так ведет этот суд. Поэтому адвокат все еще играет очень часто, к сожалению, декоративную функцию, чем роль человека, который может вырвать и добиться справедливости, как это происходит в разных странах. Я думаю, что в Америке есть и коррупция, и есть предвзятость, но все-таки, наверное, судебный процесс более состязательный, чем у нас сегодня. Но еще раз говорю, как бы мы имеем то, что имеем. Я не хочу плакать и говорить о том, что все так плохо. Для того, чтобы сегодня побеждать и представлять интересы, я считаю, что, например, когда я уходил с судебной работой и смотрел на адвокатов, когда я увидел падлу, очень известного человека, которого я уважал, но тем не менее, когда он сказал, что я 40 лет был адвокатом, для меня это не была карьера. Я считал, что, как и художники, нужно трансформироваться. Они лепят, ваяют, делают из золота, серебра, рисуют пастелью, маслом. Они трансформируются по времени. И когда я, например, провел какой-то этап в адвокатской компании, понял, что нет ничего невозможного, чего бы любой человек, обладая логикой и здравоохранительной, мог не понять. И 40 лет я бы не хотел бы заниматься этой деятельностью. Мне просто неинтересно. Мы все ищем вдохновение каких-то кейсов, которые бы заставили нас бороться с большой системой, потому что все говорят, что это невозможно. Вот это возбуждает. Еще звонок у нас. Дорогим звонок. Здравствуйте. Извините, еще один маленький вопрос. Слушаем вас. Вы сказали, что решили стать богатым и знаменитым. Довольно странно, так сказать. Почему? Я в связи с этим вспомнил высказывание министра иностранных дел Наполеона. Он, так сказать, очень знаменитый был. И вот он сказал, чтобы стать богатым, необязательно иметь много ума. Достаточно не иметь совести. Спасибо. Спасибо. Реплика. Знаете, я обожаю такие вопросы. Многие боятся, потому что хотят лозить, крутиться на пузе. Я не сказал, что всю жизнь хотел я быть богатым и знаменитым. Это пришло со временем. И я согласен, подавляющее большинство людей. Я сегодня вечером буду выступать на одном мероприятии, где будет полторы тысячи лет. И я скажу обязательно, чтобы быть богатым, необязательно быть умным. И люди, которые стали богатыми во многом, это... И я последние годы гонялся за теми, кто Сбербанку должен сотни миллионов и миллиарды долларов. И что я сделал вывод, что многие олигархи — это бессовестные люди и не всегда умные. Поэтому, да, я с вами соглашусь, но и бедным быть неправильно. Богатые — это всё очень условно. Можно быть богатым душой, но сегодня наступает время, блокчейн меняет нашу жизнь настолько, что сегодня у каждого человека появится шанс. И даже у пенсионера, у человека взрослого, который звонил, я чувствую, что вам, ну, не 40, не 30 лет, вам несколько больше. Быть может, вы уже пенсионер, когда вы сможете зарабатывать на блокчейне только потому, что у вас есть мобильный телефон, только потому, что вы свои какие-то там вещи, компьютер или какие-то ресурсы позволите использовать. То есть мир становится более справедливым. И я соглашусь с вами. Наполеон, я процитирую Наполеона, который говорил, два способа есть управлять — страх и интерес. Он так и действует, и никак иначе. А то, что говорили его министры, поверьте мне, все министры Наполеона были богатыми, многие люди, будучи богатыми, известными, говорили правильные слова, но не следовали. Поэтому, например, когда мой предыдущий вопрос, ведущие правильно спросили, вот вы сказали, если что, оставаясь человеком, важно, чтобы для тебя ни слава, ни деньги не давали тебе повод подняться выше, чем простой человек. Потому что, мне ли не знать, как легко расстаться и с жизнью, будучи раненым. Вот у меня было пулевое ранение, пули доставали отсюда. Я видел и знал, что такое смерть. Я видел эту смерть. Те тоннели, о которых говорят, но я также прекрасно... Какой вывод я из этого сделал? Я сделал вывод один. Кому суждено быть повешенным, тот не утонет. И я в тот момент, когда я ничего не видел, я видел только мать, и я не хотел её расстраивать, потому что бы она расстраивала, расстроилась бы. Поэтому вывод. Ты готов уметь — ты умрёшь. Ты готов жить, нету той силы, которая может тебя остановить. И этот девиз идёт через всю мою жизнь. Ты можешь добиться всего. Нет ничего невозможного. Главное, главное, избавиться от тех акций, которые и вас, и нас сопровождали. В детском саду, в школе мы все рождаемся равными. У нас у всех есть права, независимо от пола, от цвета кожи, где мы родились, в Африке или в России. Но почему-то, с тем, как мы живём, эти права, у нас кто-то забирает. Сударство, мужья, жёны, родители, наши друзья. Вот, наша задача, наша задача — понять. Если мы снимем с себя оковы, наша жизнь будет гораздо проще и легче. Мы понимаем, что нету силы, которая способна воспрепятствоваться, если мы будем вместе. Нет границ. И я смотрю на вас, на молодых, красивых, и слушаю людей, которые задают вопросы. Я не вижу никаких противоречий между нами, противоречий политиков, у обычных людей не может быть проблем и границ. Мы живём в мире, который един для всех. Ещё один звонок успеем принять под занавес эфира. Здравствуйте, как вас зовут? Добрый день, Сергей Ильянов. Да, Сергей Ильянов. Вопрос господину Трещеву. Скажите, пожалуйста, готовы ли вы рассматривать вариант заняться делом о том, что уроженцы РСССР, находящегося на территории Прибалтики, лишили гражданства СССР, изъяв у него паспорт СССР, несмотря на то, что в Совете Безопасности ООН СССР по-прежнему прописан как основатель. Помимо этого, ребёнка, этого человека записали как гражданина Латвии, несмотря на то, что я не вступал в взаимоотношения и не подписывался под конституцией Латвийской республики. Я вас услышал, смотрите, я понял, ребята, у вас мало времени, давайте я попробую ответить на этот вопрос. В праве есть принцип почвы и принцип крови. Ты родился в Америке, ты получишь, если хочешь, паспорт в 18 лет. Есть страны, которые, например, Венгрия, она не признаёт двойного гражданства, Америка, Россия признаёт. Видимо, в Латвии ребёнок, который родился, принцип почвы возобладает, поэтому каждому из них выдают паспорта. Как можно бороться? Я не думаю, что вы добьётесь справедливости в латвийском суде не потому, что это несправедливая страна, а потому, что там есть своя система права, которая основана на тех нормативных актах, на тех законах, которые делают, работают на территории этой страны. Нам нужно апеллировать международным инстанциям. Есть суд по правам человека в Евросоюзе, есть суд при ООН, куда мы можем апеллировать, когда у нас проблема с государствами. Поэтому здесь, скорее всего, нужно апеллировать международным инстанциям и уповать на то, что страны, вступая в Европейский Союз, являясь частью международного сообщества, принимают на себя обязательства исполнять законы, которые действуют. Поэтому законы, они для того, чтобы, как я уже говорил, защищать своего гражданина, а не для того, чтобы его карать и наказывать. Очень часто многие руководители стран не понимают этого, искренне верят в то, что если они власть, то их задача обирать людей. Это ошибка. Но эта ошибка приводит к тому, что эти руководители стран плохо заканчивают. Ну что ж, на этом и мы сегодня закончим нашу программу. Спасибо вам большое, что нашли время и стали гостем программы «Абонент доступен». Да, Александр Трещов был гостем программы. Спасибо вам, всего доброго и до свидания.